Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодняшний выпуск пройдет в несколько необычном выездном формате. Речь в программе пойдет о строительстве храма в парке морской славы в Канищево и последующем благоустройстве этого парка. На этой неделе мы побывали в гостях у митрополита Рязанского Михайловского Вениамина и записали с ним интервью, которое сейчас и предлагаем вам посмотреть. Первый вопрос. Как продвигаются дела со строительством храма в парке морской славы в микрорайоне Канищево? Городская дума приняла все решения, необходимые для начала строительства храма. В этом году планируете начать? Слава Богу! Мы готовы и благодарность всем руководству города, думе и всем православным людям, которые приняли активное желание иметь там храм. Мы надеемся в ближайшее время, вот мы будем праздновать в начале, в конце апреля торжества пройдут по священному князю Владимиру, святому равноапостольному князю Владимиру тысячелетия со дня его блачаной кончины. Мы будем отмечать. И там мы в этот день заложим фундамент, капсулу и фактически начнем строительство. Этот собор мы истолго искали хороший проект, который был бы украшением города Рязани. Это вторая доминанта, если первая доминанта – это наш кремлевский храм, кремлевская колокольница, будет вторая доминанта, которая будет призывать всех людей православных к молитве, к благим делам. Действительно, это один из таких открыточных видов города может получиться сейчас, когда спускаешься с Канищева. Замечательный, чудный вид, наверное, лучший в городе на Рязанский Кремль. А теперь еще, когда и подниматься в Канищево, ты будешь видеть православный собор, действительно знаковое место, действительно такой открыточный, повторюсь, вид города. Когда ко мне пришли моряки и предложили построить там храм, я, конечно, приехал туда и посмотрел, и ах, ну, действительно место избрано для храма Божия. И здесь, в связи с тем, что это парк морской славы, Владимирский храм, Владимирский собор, он два яруса, нижний храм Владимирского собора будет посвящен воину Федору, святому Федору Ушакову, покровителю наших моряков. И там мы будем поминать тех рязанцев, кто служил на флотах и отдал жизни, защищая отечество наше и в царское время, и в советское время, и, возможно, служит и сейчас, защищая тишину, покой земли русской. И этот храм, собор Владимира, он действительно будет особым маятником, которым будут идти люди для спасения. И, кроме всего, и храм воинской славы, который посещен нашим ротоборцам, нашим флотоводцам. Потому что князь Владимир тоже созидатель, строитель, защитник земли нашей, собиратель земли нашей, это первый государь. И этот храм, он действительно будет украшением. Там мы внизу, мы планируем сделать, в храме Федора Ушакова, крестилку. Там будут и кабинеты какие-то. А вокруг, я надеюсь, я 20 лет был в Николугрише, и я оставил там на прекрасные газоны, более трех тысяч насаждений роз, клематистов, цветов, пруд, куда приходили десятки и десятки мамочек с детками гуляли. Там масса голубей, они с рук брали еду, там можно было лебедей покормить, рыбкой иногда быстрее, лебедя или утки дикой, кусочек хлеба, который бросали, она быстрее сумела взять и проглотить, пока развернется птица, уже рыбка. И поэтому дети туда приходили с радостью, мы там подделали скамейки, и масса людей приходит летом, весеннюю пору, осеннюю пору, просто гулять по монастырю, почитать, может, книгу какую-то духовную. Я думаю, мы на этом кусочке, рядышком с храмом, тоже сделаем что-то подобное, чтобы в парке люди, все-таки гуляя в парке, было желание прийти, увидеть красивые цветы. Ну, это не в один день, естественно. И потом зайти в храм, помолиться и вспомнить о душе вещи бессмертной. Владыка, то есть парк сохранится, и не только сохранится, но и приумножится, насколько я понимаю ваши слова. Русская Православная Церковь в этом крайне заинтересована. Когда нам передали, церкви передали Николу Угрышу, пришлось, там просто было Сталинград, разруха, окна, а храм ведь Преображенский после храма Христа Спасителя. Там массу храмов, которых пришлось восстанавливать с нуля. Но мы не только восстановили храм, мы почистили и пруд исторический, это где-то два гектара с гаком, наверное, может, я ошибаюсь, точно не мерили. Мы там массу живности мы пустили, ведь там приходит масса людей. Там и оленей покормить, и птичек покормить красивых. Но, естественно, здесь не может, потому что там мы у периметра стен, и это может. А здесь, я думаю, мы сможем красивых цветов высадить, возможно, сделать фонтанчик, если получится, с тем, чтобы люди приходили не только к храму. Красота спасает мир. И если вокруг храма будет красиво, значит, люди будут к нам приходить. А не сначала, возможно, просмотреть на цветы, вот, еще что-то. Дальше зайдут в храм. Поэтому у нас там планируют, вообще везде, при всех храмах, надо, чтобы люди приходили, как в оазис, где все прекрасно. В храме все должно прекрасно быть, и вокруг храма. И если это будет, значит, православным людей добавятся, придут те люди, которые ходят мимо храма, не находят еще дороги в храм. Поэтому там должно быть вокруг храмов. Не только Владимирское, а другим. Мы планируем еще строить храмы. Да и те, которые построены, тоже надо приводить в порядок, чтобы в целом городе, чтобы любой человек, православный, неправославный, он с радостью приходил во двор храма. И ему это было приятно. Владыка, вот говоря о церкви в Конещево, наверное, нельзя не отметить такой момент, что ее строительство очень важно с духовной точки зрения. Почему? Потому что Конещево – это большой спальный микрорайон. Православные храмы сосредоточены в основном в историческом ядре в центре города. А это огромный микрорайон, где живет очень большое количество жителей нашего города. И кто бы что ни говорил, церквей вот именно в таких жилых массивах действительно не хватает. Естественно. Во-первых, храмов у нас в Рязани не хватает. Вы посмотрите, потому что в каждом селе есть храм. И людям удобно. И службы идут. И народ радуется. И вы знаете, каждый раз постоянно увеличивается количество прихожан. То есть, чем больше храмов, тем больше прихожан, тем больше верующих. Естественно. Естественно. Но, конечно, многие люди, которые… Вы не забывайте, что была эпоха богоборчества. И много людей – это люди, которые росли в ту эпоху. И для них храм – это что-то неимоверное, страшное. Как это – пойти в храм? Да руки поднять не могут. Вот ведь переступить через себя. И когда цель наша, наверное, чтобы люди как можно больше приходили в храм. Чтобы люди познали Бога. Познали Божью правду. И жили по тем заповедям, которые Господь нам даровал через Евангелие. Через своих учеников, апостолов, через святых отцов. И так вот спасались мы. И спасался народ. Все мы православные. Все мы люди. Мы единая церковь. Мы объединены общей верой, общей иерархией, общими догматами. И поэтому мы являемся церковью нашей, русской церковью, поместной церковью, которая заботится о том, чтобы сохранить веру непорочную, веру апостольскую, веру наших отцов, наших предков в чистоте и в заповедях Божьих. Владыка, я благодарю вас. Большое спасибо, что в эти предпасхальные дни вы нашли время и встретились с нами. Спасибо вам за ответы на наши вопросы.